Это встреча науки и практики, встреча представителей различных структур, которые напрямую работают с человеком в его разных состояниях, в том числе кризисных. Представители Министерства чрезвычайных ситуаций, Следственного комитета пограничных войск, Министерства внутренних дел, Департамента охраны и психологии учреждения образования из разных стран, Польши, Украины, Казахстана, Монголии и России объединились, чтобы поделиться друг с другом результатами собственных научных исследований. Это первая международная конференция, посвященная вопросам помощи личности, пережившей различные кризисные, то есть сложные жизненные ситуации. До этого были, так скажем, небольшие форматы в виде семинаров. Мы увидели, что эта тематика интересна для очень многих организаций, что с этим сталкиваются фактически повсеместно. Кризисные ситуации – тема остро актуальная. Направление это сегодня животрепещущее, а потому вынести злободневный вопрос на общее обсуждение крайне необходимо. Век, в котором мы живем, диктует свои правила. Порой жестокие к ним современный человек и должен быть готов в случае необходимости от таковых, как показывает практика, немало. Например, один из последних. В области мы имеем уже такие положительные случаи, когда именно профессионально подкованный диспетчер оперативно оказывал психологическую помощь ребенку. Случай конкретно произошел в Пружанском районе, когда в доме возник пожар, и вот несовершеннолетний ребенок по указанию, по телефону диспетчера районного отдела по очевидчайным ситуациям спас свою жизнь и спас жизнь своего отца. Если мы говорим о возможности регуляции и саморегуляции, то здесь нужна воля и воспитание воли. Это то, что нужно нам для того, чтобы наша молодежь стала субъектной и имела смелость брать на себя ответственность за себя и за будущее, которое ждет всех нас. Завершила мероприятие практическая часть. Проведение показательных занятий сотрудниками ОМОН и МЧС – это одна из традиционных и самых полезных форм работы с молодежью. Внезапность, возникающая в кризисных ситуациях, подтверждается практическими навыками. А любое общение всегда дает человеку возможность получить эмоциональный заряд и информацию, которую можно использовать в дальнейшей жизни. Несомненно, такие научно-практические конференции – это лучший проводник в систему правильных знаний и объективности. Субтитры создавал DimaTorzok